приветствую всех на канале раиса горяченко дача сад огород цветы в преддверии нового посевного сезона я составляю для себя календарь посевов овощных и цветочных растений в прошлые годы посевная у меня начиналась в январе но благодаря ведению дневника я пришла к выводу что в изменившиеся природные климатические циклы когда сместились на месяц все времена года нужно менять и свой план работ плюс астрологи разных направлений были единодушны в том что январь 2019 года с коридором затмений и напряженным влиянием некоторых планет на небе является неблагоприятным временем для новых начинаний а именно посев семян является для каждого огородника садовода тем самым успешным началом всего сезона да и всего будущего 2019 года февраль со всех сторон очень хороший месяц для огородников для садоводов для цветоводов в астрологическом плане все 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 планеты на небе будут благотворно влиять на дела земледельцев световой день удлиняется феврале почти до 11 часов все больше солнечных дней и солнышко все больше нагревает землю особенно в теплицах и в парниках февральские посевы семян овощных растений для нас южан были в прошлом году успешными используя опыт прошлого года я составила вот такой календарь в нем учтены и луны и солнечные циклы вот так выглядит мой календарь практически второй месяц 2019 года начинается у нас новолуния два дня до новолуния и после этого так называемые дни гекаты вот они я графически нарисовала чтобы это было понятно это дни богини темной луны земля и все что на ней находится на спаде жизненной активности нет не абсолютно никакой созидательной подпитки космической и ослаблен иммунитет абсолютно у всего в том числе и семян вот первый день гекаты этот день предпоследний день луны связан со стихией воздуха второй день непосредственно перед новолунием связан с огнем третий день гекаты это первый день сразу же после новолуния вот она новолуния этот день связан с землей четвертый день гекаты второй день после новолуния и он связан с водой вот за этот короткий промежуток времени столько стрессов 4 стихии сразу проходит это просто состояние такое не просто стрессовая и земля и человек не знают на каком свете они находятся все живое переживает вот этот период новолуния ну а семена как и человек перед своим рождением также имеет свой план и план своей маленькой но пусть это она живая это душа план души своей это божественная частица и помогает она семечку проклюнуться и дальше расти как и для человека важно время начала жизненного пути от момента посева благодатную почву зависит напрямую результат в момент проклюнувшихся семян огурчиков помидорчиков перцев баклажанов и любого другого растения солнце солнце и луна и другие планеты которые расположились в определенном своем таком месте все звездное небо закладывает своеобразный код программу дальнейшего роста развития растений согласно лунного и солнечного календарей феврале я раиса горяченко выбрала самые лучшие периоды для посевов овощных растений и поместила их вот в такой календарь который я готовлю ежегодно и на каждый месяц для себя и так месяц начинается у нас новолуния эти четыре дня вот они здесь я их разместила естественно в это время в начале февраля мы ничего не делаем вот эти даты 2 3 4 5 и 6 нас непосевные дни ну а затем начинается растущая луна я и себе для себя вот такими значками помещаю рисую и все благоприятные дни у меня выделены вот такие зеленые рамочки с травкой это значит можно в это время сеять высаживать растения овощные растения цветочные и так у нас вот я по каждому виду растений у меня есть отдельные видео они уже прошли и здесь вот можно просто посмотрите здесь здесь и переход есть и знаков знак и далее все дни которые благоприятны для посевов разных культур здесь и та же земляника который покровительствует овен здесь другие растения вся зеленушка томаты помидоры по-разному их называют вот в близнецах только цветочные растения это не весь период здесь переход из стихии в стихию фаза с первой во вторую фазу далее хороший период у нас продолжается 15 16 февраля и 17 февраля но естественно растущая луна набирается сил и вот он вот этот сожженный путь полнолуние то же самая ситуация то же количество дней я чуть-чуть вот таких прорисовала чтобы это было видно вот эти дни лучше не сеять да просто лучше отдохнуть в это время потому что все живое на земле подвержена в это время именно таким сильным энергиям расширения нужно просто отдыхать и затем начинается время убывающей луны значок такая стрелочка вниз и здесь тоже благоприятные периоды для посева уже тех растений которые будут давать плоды в земле их называем корешками все эти даты все эти растения всего отдельное видео по каждому есть у меня расписано потому что очень важно знать время переходов и знаков знак нужно знать все время переходов из одной фазы луны в другую третью четвертую это тоже очень сильные стрессовые состояния для семян для растений для всего живого начала для всего живого в том числе самого главного ведущего на земле это человек но их конец месяца в нижней вот этой рамочки у меня это у нас время идет и переход у нас идет и с 3 4 фазы и знак стрельца для убывающей луны это время не посевное единственное что можно салат но это чтобы он не стрелковался это лучше перенести его его в другое время тот же скорпион или же враг но здесь период не посевной не будем мы сейчас обсуждать отдельно по каждому растению у нас есть видео и вот замечательный день 28 февраля он очень мне нравится практически почти весь световой день после 10 часов можно как раз сеять все корнеплодные это именно посеве идет для отапливаемых теплиц и здесь же можно выносить уже на яровизацию картофель и если уже картофель подготовлен то можно высаживать картофель на рассаду о том как картофель я высаживаю на рассаду я еще сделаю отдельное видео но у меня о том как я выращиваю рассадный картофель у меня есть видео в моих плейлистах о картофеле корнеплодных поэтому можно будет посмотреть и дополнительно какие-то подчерпать для себя знания опыт которые уже есть у меня и так вот он так выглядит этот календарь на февраль на посевной февраль 2019 года всего самого-самого вам доброго удачи в посевах и хорошего удачного благоприятного февраля 2019 года во всех планах вашей жизни